Слава Украине! Приветствуем от Полонского! Сегодня произошло событие на 28 миллионов долларов. Ну, сумма вроде бы небольшая, да? Но дело в том, что очень значимая. Точнее, не 28 миллионов долларов, а 28 миллионов евро. Казалось бы, еще раз говорю, сумма небольшая, но... Речь пойдет о оружии, и это всегда интересно. Значит, смотрите, сегодня, первый раз за всю историю, Дания закупила на 28 миллионов евро оружие. У украинских производителей для Украины, да? Вот, чтобы вы понимали, вот этот момент очень важен, да? Ведь европейцы, когда они помогают нам с оружием, с боеприпасами и так далее, они всегда закупают оружие у кого? Правильно, у своих собственных производителей, да, вы дать им работу, да? И вот датчане первый раз прорвали вот эту, как называется, плотину. Дело в том, что у нас очень много свободных площадей. Тот же Зеленский заявил, что, смотрите, у нас сегодня... И Зеленский, и Камышин, министр, да, заявили, что у нас на сегодняшний день в Украине задействовано только 30% наших станков, которые работают. На остальное у нас тупо нет денег, чтобы оплатить работу вот этих вот оборонных предприятий. И если бы наши партнеры, как говорится, посодействовали в этом плане, то есть заказали для Украины оружие в Украине, было бы замечательно. До сих пор этого никто не делал, к сожалению. А наша, чтобы вы понимали, промышленность, она не такая слабая. Например, сейчас довели выпуск той же дальнобойной пушки Богдана, 155 мм. Это, да, это наша первая пушка, которую можно... Самоходка, да, сравнивать с тем же Цезарем или с Панцергаубицей по своей эффективности, с Крабом и так далее, и так далее. То есть это самая передовая... Вообще самая передовая из всего, что есть в мире на сегодняшний день. Мы их выпускаем уже 10 штук в месяц. Чтобы вы понимали, Франция выпускает тех же Цезарей, по-моему, 100, может, 18 штук, что-то такое. То есть тоже делают немного, на самом деле. Если вы думаете, что их там клепают сотнями, нет, конечно же. То есть это штучное производство очень качественного товара. Вот. И может делали бы и больше тех же Богдан, да, но... Там же есть, кстати, и Оксана, тоже переделанная пушка, да. То есть и тех, и других, может, делали бы больше. Нет денег, тупо нет денег на это. И вот этот вот заказ датчан на 28 миллионов евро, он как раз и прорывает вот эту вот плотину. То есть всем остальным нашим партнерам показано, что можно покупать для Украины оружие в Украине. Это, да, понятно, это не создаст места рабочие во Франции, в Штатах, там, или еще где-либо, увы и ах. Но это поможет, очень поможет нам, потому что это, во-первых, это оружие, которое не надо ниоткуда доставлять. Оно делается у нас, оно тут же у нас идет в ход. Вот. И, ну да, плюс вы обеспечиваете нам работу и защиту. Поэтому датчанам большое спасибо. Вообще-то, если говорить о странах, которые являются по-настоящему нашими партнерами, то датчане, они одни из первых. Боже, храни королеву датскую.